В порядке комментария на принятую европейским парламентом 12 марта резолюцию по России хотелось бы сказать следующее. Сей опус можно расценить лишь как очередной продукт, подготовленный русофобским большинством европейских депутатов. Как обычно, получилась замешанная на абсурде компиляция лжи и откровенных передергиваний. Только больное воображение может разглядеть связь между не имеющими ничего общего сюжетами в сборной солянке, которую предложили в Страсбурге. Иначе как верхом цинизма, не назовешь и то, что эти люди, не чураются даже спекуляцией на трагической смерти человека в узкокорыстных политических целях. Очевидно, это своеобразный ход конем в преддверии предстоящих общиецовских мероприятий, заседаний Совета Европейского Союза и Евросовета. Не сомневаемся, что в привязке к этим событиям, к мнению Европейского парламента присоединятся воинствующие неонацисты на Украине. К сожалению, голоса здравомыслящих сил в Европейском парламенте тонут в истеричном хоре закомплексованных депутатов, отягощенных на генном уровне серии исторических неудач на российском направлении. Единственное, что заслуживает комментария по существу, так это голословное и оторванное от реальности утверждение о якобы имеющем место нежелании Российской Федерации сотрудничать в контексте международного расследования крушения в небе над Украиной Боинга малайзийских авиалиний. Именно Российская Федерация была первой и по сути единственной страной, которая сразу же и публично предоставила имеющиеся в ее распоряжении данные объективного контроля, которые имели и имеют отношение к катастрофе. Москва настаивала и продолжает настаивать на скорейшем, полном и беспристрастном, а главное, транспарентном международном расследовании в целях установления истины. Советуем евродепутатам обратить свою нерастраченную энергию к тем странам, которые фактически заматывают процесс расследования, и добиться от них передачи всех материалов, столь необходимых для восстановления полной картины произошедшего. Подобного рода резолюциями Европарламент не только девальвирует свое значение, но и наносит прямой вред попыткам вернуть ситуацию в Европе в нормальное русло. Кто от этого выигрывает, легко догадаться.